Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. 25 июля отмечается День работников органов следствия. И сегодня мы поговорим не о преступлениях сегодняшних, а о преступлениях давно минувших лет. Тем более есть специальный отдел, который этим и занимается. Здравствуйте! Давайте, наверное, начнем со статистики. Сколько преступлений прошлых лет удалось раскрыть и что это за преступления? Добрый день! Если говорить о преступлениях прошлых лет, то за последние, наверное, несколько лет, в течение года раскрывается порядка 30-40 преступлений. В основном это преступления об убийствах, оброчтениях тяжкого вреда здоровью, об изнасилованиях и иные преступления. Среди преступлений, тем более прошлых лет, есть резонансные преступления? Может быть, поговорим о таких, которые удалось раскрыть и о которых уже можем отчитаться в результатах? Да, есть несколько уголовных дел, которые завершены расследованием, направлены в суд. По одному из уголовных дел уже вынесен обвинительный приговор. Если в двух словах на них акцентировать, то одно из уголовных дел, это уголовное дело возбуждено в 1997 году. По факту убийства молодого человека и покушение на убийство еще двух молодых людей. Это, скажем так, уголовное дело из серии лихих 90-х, когда были преступные группировки в городе и делили они сферы влияния. И, скажем так, это последствия одной из преступных разборов. Когда две группировки пытались, скажем так, крышевать определенных индивидуальных предпринимателей и приехали на разборки. Лицо, совершившее убийство, покушение на убийство двух лиц, скрылось с места преступления. Как по основному выяснилось, этот подозреваемый проживал все эти 30 лет в соседнем регионе. Работал, был семьянином, была семья, дети. Ну, как говорится, возмездие имеет место быть, да, и он был привлечен к головной ответственности за совершенные им преступления. 1998 год, Рязань. Тогда, как принято считать, трава была зеленее, деревья выше, а эхо бандитских разборок гремело на каждом углу. Вот так в мае в одно из офисных городских зданий вошел 22-летний парень. При себе у него было незарегистрированное оружие, пистолет, калибра 5,45. Спокойно поднялся на третий этаж, нашел нужного ему человека и выстрелил дважды. На обратном пути стрелку встретились еще двое, на лестнице. Итог расправы, один убит, двое раненых. После злоумышленник скрылся, что называется, в неизвестном направлении. От оружия избавился, Рязань спешно покинул. Даже больше скажу, не все потерпевшие были установлены на тот момент, потому что в воле судьбы сложилась такая ситуация, что эти все лица, и нападавшие, и пострадавшие, имели определенное отношение к одной из преступных группировок, действующих на тот момент в городе Рязань. Поэтому, соответственно, люди не желали там особо беседовать с сотрудниками правоохранительных органов, на тот момент следователем прокуратуры советского района города Рязани и сотрудниками милиции. И через определенный промежуток времени предварительное следствие было приостановлено, в связи с неустановленным в лица, совершившим данное преступление. История получила продолжение только в этом году, когда сотрудники УГРО заново провели оперативно-розыскные мероприятия. Из беседы с приближенным к бандитской группировке стали известны приметы убийцы. И дальше все по стандартной схеме. Допросы, экспертизы, следственные эксперименты предполагаемого преступника задержали в Московской области. Кстати, тоже в мае, ровно 25 лет спустя после преступления. Правда, тот сразу выбрал линию защиты. Говорит, что не нападал, а наоборот, оборонялся в этом офисном здании. В ходе следствия там большое количество было проведено допросов, повторных допросов, проверок показаний на месте, с выходом в это помещение. Следственный эксперимент с применением видеосъемки, фотофиксации, привлечением из баллистов, специалистов и судебных медиков. И его показания проверялись и судебными медиками, и баллистами, и экспертами КЦ МВД России по Рязанской области. И в конце концов было достойно подтверждено, что он дает ложные показания в этой части. Следователи рассказали, что причиной такого поступка стала отнюдь не борьба между группировками, а банальная бытовая ссора. Теперь же подозреваемому инкриминируют статью покушения на убийство двух и более лиц. Максимальный срок до пожизненного. Однако с учетом требований Уголовно-процессуального кодекса данную меру наказания могут заменить иной мерой. Сейчас преступник сознался ли и какой в отношении него обвинительный приговор вынесен? Да, он сознался в совершенном деянии, указал на месте, как производил выстрел, куда производил выстрелы. Но опять же сознался он в кавычках. Он указал, что это была у него защита, так как у оппонентов также было оружие, и они производили выстрелы в его сторону. Однако на момент осмотра места происшествия в тот период времени иных выстрелов зафиксировано не было, следов выстрелов. А по поводу приговора, вынесен ли ему приговор? Да, приговор обвинительный вынесен, суд признал наши доказательства достаточными, лицо понесло наказание. Вы говорили, что удалось раскрыть несколько таких резонансных преступлений. Да, одно еще преступление, это также 1997 год, Михайловский район, убийство престарелых лиц, совершали в цыгане. Март 1997 года. В селе Аннино Михайловского района сотрудники милиции находят труп пожилой женщины. Из ее дома пропали деньги и ценные вещи. По горячим следам нашли двух подозреваемых, родственников мужчину и женщину. Вину их доказать не смогли. Тогда, в 1997-м, уголовное дело отправили в архив. Пересмотрели его только в 23-м. Появились новые обстоятельства. Следователи заново допросили двух подозреваемых. За давностью лет наказания за хищение они не понесли, насильственных действий не совершали. Тогда и выяснилось, что на самом деле преступников было трое. Преступление у них было спонтанным. То есть, двое мужчин и женщины совершали эти преступления. Двое мужчин употребляли алкоголь. Ввиду определенного времени, 97-й год, март, месяц, денежных средств не было. В ходе распития решили, ну, один у другого спрашивает, где можно что подзаработать или украсть. Ну, соответственно, тот, который не был привлечен к улу ответственности, говорит, знаю деревню, там же вот женщина престарелая. Можно у них что-нибудь, ну, как говорится, поднаживиться. Первый дом вломились вместе. Пока мужчина с женщиной искали ценные вещи, их сообщник разбудил пожилую хозяйку дома. Стал требовать от нее деньги. А когда женщина их отдала, парню показалось, что этого мало. Если, наверное, у меня больше нету. Тогда он берет утюг, заключает в сеть, раскаляет его и три раза прислоняет к хозяйке дома. Женщину он связал и бросил в подпол. Чтобы она не выбралась, поставил сверху половиц шкаф и диван. Женщине удалось освободиться только под утро. Тем временем троица отправилась в другой дом. Женщину они оставили снаружи, мужчины зашли внутрь. Схема та же. Один воровал, что есть, другой разбудил хозяйку. Женщина деньги отдала, но грабителю вновь показалось, что этого мало. Только в этот раз женщина попробовала сбежать. Парень, вооруженный монтировкой, догнал ее в сенях. Дальше последовал удар. Женщина скончалась на месте происшествия, а троица с награбленным отправилась в Михайлов. Суммарно они украли 1700 рублей и предмет обихода. После попойки убийца регион покинул. Нашли его только в прошлом году. Он вину свою не признал. Пояснил, что там не находился, в это время находился в другом месте. Его версия была провернута, в том числе и его подельниками, которые были тоже вместе с ним. В окончательном варианте ему было предъявлено ввинение убийства с особой жестокостью, в отношении престарелой женщины, с целью скрытия иное преступление, то есть разбойное нападение. И покушение на убийство двух лиц, так как двоих он пытался убить также с особой жестокостью, в отношении престарелой женщины, стали скрыть также разбойное нападение. Это касаемо первой женщины, которую он бросал в подпол. Также он хотел скрыть свое преступление. Оказалось, что до преступления парень уже был судим, да и после отбывал наказание. Суммарно в местах лишения свободы мужчина уже побывал четыре раза. Да что и говорить, в тюрьме-то следователи его и нашли, когда проверяли федеральные базы. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Здесь как-то виновник понес свое заслуженное наказание? В данный момент рассматривается дело судом, пока приговора нет. Пока рано об этом говорить. Хорошо. Но это подводит нас, наверное, к такому глобальному вопросу, в чем сложность работы с уголовными делами прошлых лет, 30-20 лет недавности? И как эти сложности удается преодолевать? Вы знаете, сложность здесь единственное в одном, что предметы, которые были изъяты на местах происшествия, они в основном в своей массе следы преступления утеряли. Поэтому приходится заново проводить те же генетические экспертизы, доктилоскопические и иные, чтобы хоть как-то попытаться установить объект. Где-то получается установить тот же генотип преступника, где-то нет. Работа со свидетелями, допросы лица, поиск новых очевидцев. Как говорят психологи, с которыми общаемся по роли своей деятельности, если человек был очевидцем какого-то неодинарного события, которое бывает у него не каждый день, ну, как, например, очевидцем убийства, то он этот день будет помнить по минутам и через 20, и через 30 лет. Поэтому совместно с сотрудниками уголовного розыска мы находим этих очевидцев, допрашиваем их, соответственно, проводим проверки показаний с ними на месте. Ну, по крупицам собираем доказательства. Как пример, я могу привести еще ряд уголовных дел в части фотографий. Если брать преступление прошлых лет, то лицо в тот период времени иначе выглядело, нежели сейчас мы его задерживаем, на опознание предоставим свидетелям-очевидцам происшествия. Ну, я думаю, вряд ли они его познают. Был у нас одно дело в производстве – лицо задержали, но, соответственно, опознать его никто не может, ввиду того, что прошел срок, он изменился, видоизменилась у него внешность и прочее, структура лица. В ходе обыска изъяли мы фотоальбом у него в доме, где нашли старые фотографии примерно того периода времени, предъявили его очевидцам происшествия, да, они его опознали. Но, опять же, Ленин защиты говорит, это не наши фотографии, это не мы тут изображены, там, правило, 20 лет прошло. Провели мы портретную экспертизу, эксперт нам подтвердил, что да, это одно и то же лицо. Соответственно, доказательства были добыты. А если говорить о сохранении всяких отпечатков пальцев и так далее, потому что я помню, что было уголовное дело, о котором мы рассказывали, где, если не ошибаюсь, на вокзале Рязани-1 сохранился отпечаток. Да, абсолютно верно. Это, наверное, тоже 98-99 года. Бытовой конфликт между двумя, скажем так, лицами, которые употребляли алкоголь. Один разбил бутылку и горлышком порезал артерию другому. Следователь Вячеслав Барсуков рассказывает о деле давно минувших лет. Если быть точнее, об убийстве из лихих 90-х. Тогда у Рязани-1 повздорили двое мужчин. Одному из них аргументов не хватило. Он разбил бутылку и розочкой убил своего оппонента. На месте преступления, правда, оставил важную улику. В результате проведенных мероприятий был установлен отпечаток пальца на бутылке, которым орудие преступления было совершено. В последующем, при проведении мероприятий, следственных действий удалось установить мужчину, который совершил это преступление. По тяжести доказательств мужчина сознался в совершенном преступлении, признал свою вину. Данное уголовное дело в отношении этого мужчины было направлено в суд. А много таких вот, скажем так, дошедших до нас отпечатков, сохранившихся генетических каких-то материалов, то есть там окурков, сигарет и так далее? Да, по каждому уголовному делу есть определенные предметы, да, те же окурки, бокалы, бутылки изъятые. На них есть объекты, да, с которыми мы работаем. Они находятся сейчас на исследовании федеральной базы, стоят. Если лицо где-то будет задержано с похожими, да, схожими объектами, то оно будет задержано. А сколько всего, можем ли мы сейчас так говорить, сколько всего дел, наверное, прошлых лет, которые еще предстоит раскрыть, над которыми еще предстоит работать? Достаточно много, порядка тысячи преступлений. Как отбираются те, над которыми будут работать? Как, скажем так, присваивается важность, что выбираем это дело, работаем над ним и так далее? У нас в следственном управлении создана аналитическая группа по расследованию раскрытия преступлений прошлых лет, куда входят в самом числе и оперативные сотрудники уголовного розыска. На совместных совещаниях мы определяем уголовные дела, которые необходимо расследовать дополнительно. План работы определяется и, соответственно, проводится средственное оперативное управление. Спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.